В Югре поменяли правила комплексной застройки территории. Поправки внесли накануне на заседание окружной думы. Документ приняли на основе федерального закона. Теперь, если на участке, на котором собирается возвести новые объекты, находятся многоквартирники, которые не являются аварийными, инвестор может предложить гражданам компенсацию либо переселение в равноценное по площади жилье. Если это частный дом, то там действует только система выкупа. Идет оценка стоимости участка и торг с хозяином. По словам парламентариев, это упростит процедуру комплексной застройки и поможет привлечь новых инвесторов. Это упрощает процедуру для застройщика, это упрощает процедуру для инвестора. Поэтому там, где такие решения будут приниматься, а чтобы понимание было, это будут все равно штучные решения, это не будет массовое решение. То там возможность привлечения инвестора гораздо более перспективна. Югорчане с начала действия региональной программы капремонтов в 2014 году собрали почти 17 миллиардов 900 миллионов рублей. За это же время, за этот же период взносов на капремонт начислено 19 миллиардов 800 миллионов рублей. То есть задолженность за капремонт по Югре на сегодня составляет более 1 миллиарда 900 миллионов рублей. В лидерах по собираемости традиционно Покачи, Лангепас, Югорск, Нягань, Нефтьюганск. В аутсайдерах Березовские и Кандинские районы. Здесь фонд получает лишь 85 процентов необходимых взносов. При этом самый большой долг за Сургутом. Жители самого крупного города Югры должны фонду около 600 миллионов рублей. Надо отметить, что еще три года назад долг был на 200 миллионов больше. На собранные средства с момента старта программы в Югре отремонтировали более 3000 домов. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4904 административных правонарушения. Один человек в результате ДТП получил травмы. В Сургуте на Нефтьюганском шоссе водитель ВАЗ совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 30 водителей привыкли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. 39 за нарушение требований к перевозке детей. От управления автомобилем отстранены 11 водителей в состоянии опьянения. Сегодня на дорогах федерального значения госавтоинспекция проведет массовую проверку. У водителей будут выявлять признаки опьянения. Весенняя погода вносит корректировки в планы югорских автомобилистов. Еще в одном муниципалитете ввели ограничения на зимниках. Теперь проехать по временным дорогам в Ханты-Мансийском районе смогут лишь машины до 10 тонн. Изменения не коснутся транспорта, экстренных служб и пассажирских автобусов. Напомню, на этой неделе из-за потепления специалисты также ограничили работу зимников в Кандинском и Октябрьском районах. Как сообщает Северавтодор, передвигаться по сезонным дорогам здесь могут машины весом до 15 и 5 тонн соответственно. В Ханты-Мансийском районе проверяют речную воду. Эксперты взяли очередные пробы. Это необходимые меры после прорыва продуктопровода на Аби в Нижневартовском районе. Напомню, две недели назад в реке оказались 660 тонн горючего. Проверить безопасность приехали специалисты из Тюмени, Волгограда, Ростова-на-Дону и Москвы. Воду они набирали в специальной бутылке, у каждой своя маркировка. В скором времени сосуды отправятся в лаборатории для детального анализа. Отмечу, заборы эксперты делают в трех местах. Как правило, это точки возле берегов, а также по центру реки. Здесь есть свои тонкости. Например, воду черпают не с поверхности, а на полметра глубже. Для этого в прорубь опускают пробоотборник. На исследование отправится и песок. Его забирают с помощью дно черпателя. Результаты исследований будут известны уже через две недели. Отмечу, такие работы уже прошли в Нижневартовске и Сургуте. В Ханты-Мансийском районе специалисты проверили воду в Приобье и Белогорье. Группа ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии изучает данный участок реки Обь в районе, скажем, города Ханты-Мансийска. Здесь отбираются пробы воды на гидрохимию, то есть на тяжелые металлы, нефтепродукты, парафины. Пробы донных отложений, также на тяжелые металлы и нефтепродукты. Кроме того, отбираются пробы гидробиологические. Это зооплантон, зообентос, фитоплантон, все, что составляет кормовую базу водных биоресурсов. Год назад в Югре на базе общественной приемной «Единой России» был открыт волонтерский центр. За это время на горячую линию поступило больше 26 тысяч обращений. Все они были отработаны. Отделения волонтерского центра открыты во всех муниципалитетах. В общей сложности югорчанам помогают больше трех с половиной тысяч добровольцев. Они организуют перевозку врачей, обеспечивают их горячим питанием, доставляют лекарства, помогают людям из групп рисков, в бытовых вопросах. За прошедший год депутаты из числа волонтеров передали в распоряжение больниц и поликлиник 8 автомобилей. Эти машины работают в Ханты-Мансийске, Когалыме, Мегионе, Покачах, Нижневартовске, а также в Октябрьском, Нижневартовском и Белоярском районах. Окружная больница Ханты-Мансийска получила микроавтобус. Волонтеры «Единой России» работают вместе с другими добровольческими организациями, например, волонтерами «Победы» и волонтерами-медиками. Работа ведется ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Вот уже прошел год, вроде как и пандемия потихоньку идет на спад, а волонтерские центры у нас востребованы. Потому что только, скажем, за вчерашний день к нам поступило более 50 обращений, и они обрабатываются, и они исполняются. Крупы, мука, чай, тушенка, сахар, масло, сухофрукты. Всего более 8 килограммов продуктов. Такой набор получают жители Нижневартовского района. Это пенсионеры старше 65 лет и инвалиды. Социальную поддержку в виде продуктового набора в районе ввели в период пандемии коронавируса, чтобы во время самоизоляции пенсионерам не приходилось ходить в магазин. В прошлом году наборы получили 2100 человек. Получив положительные отзывы, администрация решила продолжить традицию и в этом году. К работе подключились более 80 волонтеров. С начала года они вручили наборы 2000 жителей района. Большой ассортимент продуктов. Можно полноценный комплексный обед приготовить. И первый, и второй, и третий. Большое подспорье. Спасибо. Компоты с сухофруктов. Я еще сюда добавляю клюквы немножко. И у меня внуки любят их. Компот этот с удовольствием выпивает весь. Мне самое главное мука радует. Звонит бабушка шарлотку срочно. Пока идут, я уже раз, она же быстро печется. Раз и все. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитанники школы-интерната в деревне Русскинская будут учиться на картинах Геннадия Райшева. Об этом накануне с педагогами школы говорила уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Муниципалитет она посетила с рабочим визитом. Специалисты рассказали, что прошлым летом в интернате сделали ремонт. За последние два года успели поставить несколько партий оборудования, мебель и интерактивную технику, чтобы разнообразить занятия. Детский омбудсмен предложила, что дети коренных народов могут изучать историю родного края не только по учебникам, но и по картинам югорских художников. Например, работы Геннадия Райшева могут стать неким пособием по национальной культуре. Педагогический состав работает над тем, чтобы девочки и мальчики, они как дополнительное образование, сохраняли свою национальную культуру. И мы с коллективом обсудили, что теперь они будут думать о том, как сохранить наследие нашего художника Райшева и в детских работах, и начать, наверное, какой-то специальный курс передачи его наследия детям. В Кагалым приехали юные гости из Янао. Дети познакомились с достопримечательностями культурной столицы Югры и узнали много интересных исторических фактов о городе. Образовательный тур организовали в рамках межрегионального краеведческого проекта «Мы вместе». Благодаря ему дети из многодетных, малообеспеченных семей или же те, кто отличился в учебе, могут знакомиться с историей своих соседей, изучать краеведение, что, по мнению экспертов, поднимет популярность внутреннего туризма. Все расходы взяли на себя депутаты Югры, Тюменской области и Ямала. По возвращению домой участники обмена напишут отзывы и небольшие сочинения. А реализацию проекта парламентарии обещают продолжить. Мы приехали сюда и вместе с руководителями пошли в океанариум. Очень классно, нам все понравилось. Много разнообразных видов рыб. Все такие красочные, интересные орнаменты какие-то на них. И не только рыбы, были и черепашки, были и змеи, были и медузы. Действительно, Тюменская область большая. Мы знаем, что туда можно три Франции и две Испании. От Северно-Ледовитого океана до Казахстана. Поэтому я думаю, что это перспективный проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова